Погода наладится. Если не на улице, то в домах. Отопительный сезон в Самаре стартует с понедельника. Трепетное отношение к прошлому. Реставрация добралась до Сталина к безымянке. Разговор о вечном. На фестивале документального кино «Соль земли» представлена работа нашего телеканала. И в начале выпуска самая долгожданная новость этого холодного сентября. Скоро потеплеет. Но если синоптики пока прогнозами не радуют и бабьего лета не обещают, зато есть хорошие вести от коммунальщиков. Отопительный сезон в Самаре начнется уже в понедельник, 26 сентября. Батареи в первую очередь потеплее в социальных учреждениях. Жилые дома подключат к теплу в течение двух недель. После чего начнет работу горячая линия, куда можно будет обращаться в случае аварии или проволочек со стороны коммунальных служб. С понедельника прошу обеспечить районам включение в первую очередь всю социальную сферу. Это больницы, это детские сады и учреждения, где пребывание людей круглосуточным. Я введу разговор именно это дома ребенка, дома инвалидов и тому подобное. Попрошу обратить на это самое пристальное внимание. Богатая и уникальная лепнина вновь появилась на доме номер 101 по улице Победы. Здание было построено в середине прошлого века и считается памятником архитектуры. Фасад дома отремонтировали по программе капитального ремонта. Для его восстановления подрядчики использовали архивные фотографии документа, чтобы вернуть первоначальный вид украшения. О бережном отношении к истории материал Марианы Мирной. Дом 1953 года постройки архитектора Кузнецова. Типовая старинка, таких на безымянке несколько штук. Сегодня эти дома являются объектами культурного наследия, но больше полувека они не видели ремонта. На стенах были трещины, балконы разрушались. Вид углового здания на улице Победы оставлял желать лучшего. Чуть больше месяца назад здесь начался капитальный ремонт. Ремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, существенно отличается от ремонта обычных многоквартирных домов. В первую очередь потому, что в обязательном порядке на дома-памятники мы обязаны разработать научно-проектную документацию. Научно-проектная документация должна пройти обязательное согласование в управлении государственной охраны памятников. Дом на Победе – один из первых, который привели в порядок по программе фонда капитального ремонта. На восстановление фасада затратили 10 миллионов рублей. Подрядчики заменили штукатурку, покрасили, отремонтировали балконы и восстановили уникальную богатую лепнину и декоративные элементы с растительным орнаментом. Справились за 35 дней. Частично архитектурные гипсовые элементы были разрушены. То есть наши организации поднимались архивные данные, которые должны были быть там элементы. То есть делали замеры, все делали. У нас есть гипсовые мастерские, где мы делали формы, наподобие этих форм, которые были из-за нового, все это из гипса делали. Лепнину покрыли современными красками. Она должна прослужить несколько десятилетий. Жители обновленным обликом довольны. Так же, как и собственники квартир в доме номер 100 по улице Аэродромной, где положили новую кровлю. Конечно, вот я инженер, да, но я же не кровельщик и многие вещи не понимаю. И в принципе все подсказывали, созванивались, все вопросы решались, в общем-то, очень аккуратно, без всяких скандалов. В Самарской области больше 300 домов, которые являются объектами культурного наследия. В следующем году на улице Победы будут отреставрированы дома номер 103, 105 и 107. Мариана Мирная, Григорий Плешаков. События. Фильм телеканала «Самара Гиз» под знаменем дружбы может стать победителем престижного фестиваля документального кино «Соль земли» в номинации «Времена не выбирают». Самарина астартовал девятый фестиваль современного документального кино. Он вновь соединил кинематографистов из самых разных городов России, Белоруссии, Киргизии, Сербии и Испании. Авторы представят свои работы на суд строго в жюри, а также широкой публике. Зрители смогут бесплатно посмотреть картины на большом экране. На открытии фестиваля побывала Марина Матвейшина. 140 лет – это целая история. Другой была та Болгария и болгары. Другими были Россия и россияне. Другая Старозагора, другая Самара. Но память о тех годах жива и сегодня. И в Болгарии, и в России. Фильм «Самара Гиз» стал номинантом фестиваля документального кино «Соль земли». Картина рассказывает об истории возникновения побратимских отношений между Россией и Болгарией. Работа над фильмом, признаются его авторы Михаил Перепелкин и Олег Поломеев, принесла много неожиданных открытий. Может быть, Самара для этого и была в 1586 году основана, чтобы в 1877-1878 годах подарить это знамя, под которым Болгария завоюет свободу. Вот мне кажется, что это очень точные слова. Если нам удалось это передать, то я был бы очень честным. В этом году на фестиваль «Соль земли» прислали свыше 200 работ. В конкурсную программу вошли только 43 документальные картины, пять из которых – самарские. Те, кто просто попали в номинации, в общем-то, могут считать за счастье, потому что очень строгий отбор и очень высокий уровень. Тем более тех работ, которые потом будут уже примированы. Фестиваль документальных фильмов «Соль земли» проходит в девятый раз. В течение всей недели самарцы и гости города на бесплатных киносеансах смогут познакомиться с лучшими образцами современного документального кино и пообщаться с гостями фестиваля – народными и заслуженными артистами, а также авторами работ. География участников фестиваля «Соль земли» в этом году весьма обширная. От Хабаровска на Дальнем Востоке до Бильбао – это теплая солнечная Испания. И от Петрозаводска на севере до южных пределов России – города-героя Севастополь. Фильмы еще раз доказывают, говорят члены жюри, что несмотря на разные условия жизни, людей волнуют одни и те же вопросы. О жизни, смерти, любви, ненависти, верности и предательстве. Лучший фильм, направленный на утверждение государственности, получит приз губернатора. Кроме того, в этом году учрежден еще один приз – главы города Самара. Итоги подведут в пятницу в Доме культуры железнодорожников. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других темах дня. Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около Тольятинского избирательного участка. Как мы уже сообщали, в день выборов в автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в ногу нападающему скорая помощь увезла раненого дебошира в больницу. Причиной конфликта были не выборы, а замечание стража порядка мужчине за курение рядом с лицеем. Отметим. 38-летний Тольятинец состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен на этой неделе. В Самаре под колеса трамвая 23 маршрута попала 9-летняя девочка. ДТП случилось на пересечении Советской армии и Антона Вовсеенко. По словам очевидцев, девочка поторопилась к маме, которая стояла рядом с остановкой и выскочила на рельсы. Водитель не заметила ребенка. К счастью, скорость трамвая была небольшой. Водитель успела затормозить, и девочку не затянуло под колеса. Но она получила травмы. Школьницу госпитализировали на скорой в больницу Середавина. На заводе «АвтоВАЗ» представители Рено-Ниссан проведут проверку. Комиссия приедет 20 сентября. Представители японской корпорации проконтролируют качество сборки и сравняют его со своими стандартами. Иностранные эксперты должны проверить каждый аспект в работе завода. Особое внимание они обратят на линию Гранта и Калина. Кроме того, проверка может затронуть такие модели, как «Ларгус», «Икс-Рей», а также иностранные «Рено Логан», «Рено Сандера» и «Ниссан Альмера». С 29 сентября и до 16 октября в Самарской области пройдет перепись курильщиков. Регион примет участие в исследовании Федерального Минздрава. 9 переписчиков будут работать в Самаре, Тольятти, Безенчугском, Борском, Камышлинском и Ставропольском районах. Каждого сотрудника обеспечат удостоверением, действительным при предъявлении паспорта. Переписчики будут обходить дома, заранее отобранные случайным образом, и опрашивать граждан в возрасте от 15 лет и старше. Новостройки в Самаре подешевели. В то время как вторичный рынок демонстрирует стабильность уже несколько месяцев, цены на новостройки за лето снизились на 1,5%. Заметнее всего подешевели новые квартиры в Красноглинском и Самарском районах. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары теперь составляет 51 500 рублей. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. 226 миллионов рублей – не лишние. Городская дума пересмотрела бюджет Самары. Расставить все точки над «и» в Самаре подвели окончательные итоги выборов. Они знают, как обращаться с древностями. Слет архивариусов со всей страны. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин.